Встреча президента с молодежью Полина Шинкарюк в будущем мечтает стать архитектором, создавать красивые издания. В Слободе и занимается в художественной школе, много рисует. А работу художников и дизайнеров уже сейчас делают нейросети. Полина задала вопрос президенту, а что тогда дальше? Искусственный интеллект заменит все? Мир движется к управлению искусственным интеллектом, это факт. Я не знаю, хорошо это или плохо. Начну с этого. Честно говоря, затрудняюсь. Но все-таки внутреннее чувство и ощущение подсказывают, что руку мастера не заменит ни один искусственный интеллект. Вы поймите, да, можно картину нарисовать, а можно сделать ее на ксероксе. Образно говоря, искусственный интеллект это ксерокс для художника на самом деле. А рука мастера, ну кто ее заменит? Те шедевры, которые есть и которые будут созданы рукой мастера, вот они будут ценные. Поэтому я вот просто уверен и убежден в том, что то, что делается руками, никакой искусственный интеллект не заменит. Никогда. На встрече с президентом много говорили о творчестве. Школьница из Дубасар Виолетта Чубан учится в музыкальной школе, играет на флейте. Предложила провести слет молодых музыкантов, художников, танцоров. Президент идею поддержал. Хорошая идея Виолетта. Реально у нас творческие дети, творческие люди. И можно делать и пленэйр, так сказать, художников. Правильно? Можно, в принципе, показать свое мастерство и вокальное, и инструментальное в том числе. Хорошая идея. Уберен, что в следующем году ваша идея Виолетта будет осуществлена. Для слета уже и место выбрали Днестровский и Зори. Там этой осенью прошел слет юных техников. Это тоже была идея школьника. Максима Максимова из Днестровска. Парень был на встрече с президентом весной. Вадим Красносельский тогда дал задание и слет состоялся.